Обычно Брестский книжный магазин «Искра» пестрит многообразием книг различных стилей и направлений, литературных журналов, открыток и прочих бумажных изысков. Однако в день праздника храм Наоки стал не только лучшим местом для того, чтобы купить понравившееся книжное издание, но и познакомиться с известными белорусскими авторами. Именно с этой миссией в Международный день родного языка в «Искру» отправились юные воспитанники средней школы номер 32 города Бреста. Я живу в Республике Беларусь и я хочу знать белорусский язык. Белорусский язык для меня очень много значит. Я хочу его учить. Мне с каждым разом все интереснее становится его учить. Белорусский язык – это родная мова. Она мне очень нравится, я очень часто хожу в библиотеку нашей школы. К большому сожалению, в школах маловато проходит уроков белорусского языка и литературы. Поэтому мы должны во внеурочное время как можно больше, чтобы дети сталкивались с белорусским языком. Потому что это наша национальная, это наша гордость, это наш внутренний мир. По данным ЮНЕСКО, белорусский язык на грани исчезновения. Однако сотрудники регионального филиала «Белкнига» так не считают. В последнее время у Брещан особой популярностью стали пользоваться энциклопедии издания современных белорусских авторов, в частности, брестских. Следующее доказательство того, что наш родной язык «Жив» – ежегодный конкурс, проводимый в системе «Белкнига», и результаты которого свидетельствуют о многом. Каждый год проводится конкурс, кто лучше продаст белорусскую, кто больше продаст белорусской книги. И в этом году наш магазин занял первое место в Брестской области. Мы продали вельми много книг, вельми много книг купляют в подарунок. Это книги о Беларуси, Бресте, на белорусской мове учебники, допоможники. Колись белорусская мова была державной, и был выдадзен статут на белорусской мове, когда мы выходили в Великое княжство Литовское. Но потом, когда образовалась речь посполитая, белорусская мова не стала главной. Уже стали выучать польскую мову, и от этого уже начали притеснять. Но она живая, она не сгинула. И тому так важно, чтобы наши дети знали, откуда они любили эту родную мову, это наше родное слово, ну и гонорилися, что они живут в такой пригожей краине Беларусь. От родной мовы я не отдракуся. Название тематической встречи, состоявшейся в средней школе номер 30 имени Дмитрия Гвишани, говорит само за себя. Здесь собрались те люди, чей интерес к мове безграничен. Неповторимый, мелодичный, звонкий и живой. Для каждого он самый родной. У нас в районе проводится великая праца по захвачиванию детей до конкурсов грозного кшталту на белорусской мове. Традиционными стали конкурсы по поляризации творчества берастейских письменников. Суместно с виртуальным Брестом мы провели в этом году такий виртуальный проект литературный, читаем разом литературу берастейшины, куда захватили разные слои населительства города Бреста. И военные, и врачи, и ветераны, и выкладчики, и вучени. И видите, это отрывается. Мы проводим конкурсы читальников, конкурсы по творчеству каждого письменника. Запрашаем до себя на встречи письменников. И нам кажется, что белорусская мова будет жить, потому что та праца, которая проводится, и она дает полный плен. Национальные мотивы, напевы и танцы, музыкальные номера, авторские стихи, народная мове. Отличное владение белорусским языком демонстрировали учащиеся школы. Также на праздники были награждены 22 учителя белорусского языка и литературы за плодотворную и творческую работу. Я не сгодна с тем меркованием, что белорусская мова вымирает, и она есть, и она живет. И есть, на счастье, те люди, которые разговаривают на ней, которые не дают ей быть забытой, которые пишут на ней чудовные творы, которые учат детей разговаривать на родной мове, и которые просто безмежно ее любят.